В эфире информационно-правая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. В Гомеле от удара электротоком погиб рыбак. В Октябрьском в частном доме взорвался котёл. В областном центре прямо на улице горел легковой автомобиль. Собственная беспечность зачастую оборачивается трагедией с непоправимыми последствиями. Ещё один рыбак, проигнорировав правила рыбной ловли, погиб. На этот раз от высоковольтной линии электропередач в Гомеле. Самонадеянность и беспечность любителей рыбной ловли порой не знают границ и зачастую не зависит от возраста, уровня образованности и достатка человека. Ещё свежи в памяти события, когда в первый день 16-го года на Любинском озере в Гомеле мужчина в зрелом возрасте, проверяя эхолотом наличие рыбы, провалился под лёд и утонул. Толщина ледяной корки не достигала даже двух сантиметров. И буквально в минувшее воскресенье произошёл ещё один случай. 50-летний гомельчанин погиб от электрического разряда на рыбалке. Место он себе выбрал на озере по улице Бельченко в Железнодорожном районе. Аккурат под линией электропередач напряжением 110 кВт. Удовольствие от единения с природой длилось недолго. Одно неловкое движение и углепластиковое удилище приобрело вид сахарной ваты чёрного цвета. Получив электрический разряд, мужчина упал. На нём загорелась одежда, возник пожар. Тело обнаружили рыбаки. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Смерть наступила от поражения электрическим током. Тело было с большими массивными ожогами различных степеней, вплоть до обугливания мягких тканей. Соответственно, одежда была повреждена. То есть она была и расплавлена, и сгоревшая, поскольку она горела. Были разволокнения и разрывы множественной тканей. Это уже не первая смерть от электротока на этом водоёме. Несколько лет назад, буквально в 20 метрах от места нынешней трагедии, аналогичным образом погиб другой мужчина. То ли люди стали настолько беспечны, то ли просто до конца не понимают всей степени опасности. Рыбалка в местах пересечения воздушных линий, водоёмов, вблизи них категорически запрещена и опасна. Главный поражающий фактор – это наличие напряжения. Человек, не обязательно ему даже касаться удочкой, рукой или каким-то предметом воздушной линии, он может быть поражён даже через воздушный промежуток. В результате несчастного случая произошло отключение электричества. Всего было обесточено 15 частных домовладений и 54 многоэтажки. Электроснабжение восстановили в минимально возможные сроки. Также на озере был установлен ещё один запрещающий знак. Но Рыбаков это не останавливает. Субботним вечером в городском посёлке Октябрьский прогремел взрыв. Часть домовладения одного из жителей от ударной волны разлетелась на кирпичи. Эпицентром стал отопительный котёл на твёрдом топливе. ЧП произошло на улице Гагарина районного центра. Из-за работы в аварийном режиме в пристроенной к дому котельной взорвался твёрдотопливный котёл. Котельная разрушена полностью, но хозяину всё равно крупно повезло. В этот момент он находился в доме. Будь он рядом с эпицентром взрыва, шансы выжить у него были бы минимальными. Теплогенерирующий агрегат не был заводского изготовления. 44 года назад его кустарным способом сделал сам хозяин. О каких-либо системах защиты говорить не приходится. Чаще всего взрыв бытового котла происходит в связи с тем, что в котле отсутствует циркуляция, отсутствует вода. Топливо, которое находится в котле, разогревает поверхности нагрева. И вследствие, когда вода опять поступает на эти поверхности, вода мгновенно расширяется в 1700 раз. При этом высвобождается огромное количество энергии, которое приводит к таким последствиям. В Гомеле горел легковой автомобиль. В распоряжении наших корреспондентов попало видео, снятое на камеру очевидцем происшествия. Возгорание произошло на парковке, размещенной на Чечерской улице областного центра. В непосредственной близости от автомобилей загорелась иномарка «Фиат Темпро». Один из очевидцев, который находился в многоэтажке, взял камеру и начал снимать. В итоге удалось получить кадры процесса ликвидации возгорания. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, сбили с автомобиля пламя, которое вырывалось из-под капота машины. Никто не пострадал, причины происшествия выясняются. Однако сам владелец заявил, что, учитывая год выпуска автомобиля, едва ли будет обращаться к экспертам, чтобы выяснить сумму ущерба. Инцидент привлек большое количество людей. Столб дыма, который поднимался от иномарки, было видно за несколько километров от места происшествия. В Гомеле горела сцена в ДК железнодорожников. Горела виртуально. Так прошли учения МЧС по спасению людей из помещений закрытого типа. Взаимодействие подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям по ликвидации пожаров на объектах 10 людей отрабатывали в Гомеле. По плану пожар произошел на сцене Дворца культуры железнодорожников. Ситуация соответствовала третьему уровню опасности. На ликвидацию возгорания направили 12 единиц техники и около 60 человек личного состава областного управления МЧС. Использовалась и специализированная техника. Людей спасали посредством пожарных лестниц. Нам задача была поставлена силами КП подняться на кровлю и снять условного пострадавшего. Что благополучно было сделано. После чего был подан ствол на тушение и охлаждение кровли. Делано было все согласно нормативных документах. Времени там очень быстро. Порядка, наверное, пару минут пострадавшего был уже смерть. Во время учения основное внимание было уделено взаимодействию подразделений и решениям, которые они принимали. Учитывалось, как был организован оперативный штаб, как велось взаимодействие с персоналом Дворца культуры и службами города. На учениях это высшая форма тактического мастерства. Мы отрабатываем, прежде всего, действия оперативного штаба по оценке обстановки на месте условного пожара, по принятию решений на ведение боевых действий и по его реализации. Безусловно, основная наша задача – это спасение людей. По итогам учений действия подразделений оперативного штаба будут тщательно проанализированы. Руководством областного управления МЧС будет дана оценка правильности и оперативности принимаемых решений. В Гомеле прошел открытый чемпионат области по пожарно-спасательному спорту на Кубок Василия Игнатенко. Соревнования приурочены к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Они проводятся в память о старшем сержанте внутренней службы, мастере спорта СССР Василии Игнатенко. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года он принимал участие в тушении пожара на ЧАЭС и погиб из-за получения смертельной дозы радиации. В нынешнем чемпионате приняли участие 9 команд. Соревнования включали преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, а также подъем на четвертый этаж. По их итогам победу одержала команда Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Лучшие представители области будут готовиться к участию в чемпионате страны, который состоится в июне. Там будет проходить по длинной программе, где будет кроме обозначенных двух моих видов, это и коллективные виды спорта, это и боевое развертывание, наиболее зрелищный вид, и эстафета. Поэтому предстоит серьезное состязание, довольно сильный состав участников. Традиционно это и Гродничина, и столичный гарнизон, в том числе и наша команда, как правило, борется за произведение места, поэтому будем серьезно готовиться к красно-турканскому старту. В Гомеле прошел 18-й по счету турнир по мини-футболу среди работников прокуратуры. В соревновании приняли участие несколько команд, представляющих областной центр и регионы. Все игры прошли в бескомпромиссной борьбе. Турнир получился на редкость результативным. В шести матчах было забито 37 голов, в том числе пять хэт-триков. Лучшим бомбардиром турнира с семью мечами стал начальник отдела Гомельской областной прокуратуры Виталий Сахарчук. Участников соревнований активно поддерживали родные и близкие, для которых, в свою очередь, также была организована развлекательная программа в перерывах между матчами. Победителем, как известно, стала команда прокуратуры именно Гомельской области аппарата. Но и другие команды, которые участвовали, это регион, Полесье и прокуратура города Гомеля, показали достойный уровень профессиональной подготовки своей физической. И в ближайшее время, 5-6 мая, будет проводиться финальная часть турнира по мини-футболу на приз Генерального прокурора Республики Беларусь, где наша команда будет представлена достойно. Байкеры и сотрудники ГАИ встретились лицом к лицу. Такие встречи проводятся ежегодно. Цель мероприятия – профилактическая работа среди мотоциклистов. С участием этой категории автолюбителей в 2016 году уже произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Представители мотоклубов каждый год идут навстречу и принимают участие в таких мероприятиях. Безопасность на дороге – вопрос, который волнует как сотрудников ГАИ, так и опытных мотоциклистов. Как правило, опытный байкер – это профессионал за рулем, у которого и документы в порядке, и нарушений закона практически нет. Другой вопрос – молодые любители двухколесных транспортных средств. Дело в том, что японский мотоцикл сам по себе провоцирует на агрессивную езду. Человек без опыта, особенно молодой, он не может совладать с этой стихией. И, соответственно, есть шанс и соблазн крутануть ручку газа. Но все мы видим печальные последствия таких действий. Последствия действительно печальные. За три месяца этого года с участием мотоциклистов уже произошло восемь аварий, в которых погибли два человека. Еще восемь получили травмы. Причем шесть из восьми случаев произошли по вине самих мотоциклистов. Выявлено и предотвращено около тысячи нарушений правил дорожного движения. 72 мотоциклиста были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Не имели права на управление 200 водителей. В итоге на штрафстоянку госавтоинспекции было направлено 85 единиц мототранспорта. Не секрет, что мы акцентируем особое внимание именно этой категории участников дорожного движения. Потому как любое дорожно-транспортное происшествие с участием двухколесного транспортного средства является довольно жестким, в которых всегда люди получают ранения. Республиканская профилактическая акция «Мотодвижение без нарушений» продолжится на территории Гомельской области до 29 апреля. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси разыскиваются граждане, которые совершили преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Ушакова Оксана Владимировна, 1980 года рождения, уроженка Российской Федерации. Елизаров Григорий Михайлович, 1964 года рождения, уроженец Азербайджана. Восканян Лусине, 1974 года рождения, уроженка Республики Армения. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении указанных лиц, просьба сообщить в Комитет государственного контроля по адресу город Гомель, проезд интернациональный, 13, по телефонам 71 65 82, 77 63 36, 77 56 55, либо в ближайший отдел внутренних дел. Анонимность и вознаграждение гарантируются. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин